В минувшую субботу православный мир отметил 1030-летие крещения Руси. По всей стране прошли праздничные торжества. Не остался в стороне и Славянский район. В Худыре-Прикубанском состоялся крестный ход от храма святителя Николая Чудотворца до поклонного креста, установленного в честь святого равноапостольного великого князя Владимира Крестителя Руси. С подробностями наши корреспонденты. В крестном ходе жители Прикубанского сельского поселения участвуют не впервые. В 2015 году по территории поселения прошел крестный ход, посвященный тысячелетию со дня представления князя Владимира Крестителя Земли Русской. Есть версия, что и сам великий князь бывал на славянских землях. И именно через худр Прикубанский пролегал его путь из Херсонеса до Смоленска. Этот крестный ход, он шел от Херсонеса, с Крыма, где крестился Владимир Красное Солнышко. Некоторые историографы говорят, это спорный вопрос, но тем не менее. Для нас он, собственно говоря, принял ту сторону, которая нам была удобна в этом смысле. Говорилось, что якобы креститель после того, как крестился, решил посмотреть на свои земли, Приазовские земли, и пошел не через Перекоп в сторону Днепра, а пошел здесь. В районе Керчи переправился, пошел по Приазовских землях, обошел эту землю и ушел, значит, к Днепру. Но на Украину нельзя было в Киев прийти к Днепру. Ушли они в Смоленск. Там тоже река Днепр течет. Получается, что если это правда, то вот эти святые ноженьки Владимира Крестителя, они шли по нашей славянской земле. И так путь соблазил, что маршрут был проложен по всем землям, в том числе и по территории Прикубанского. Они зашли со стороны Ханькова, прошли вот эту территорию. Мы ослабжили здесь, в этом храме Малебе. То есть вот эти 12-13 километров мы прошли дружно вместе с теми людьми, которые шли от Херсонеса. Правдива эта версия или нет, сейчас уже наверняка никто сказать не сможет. Верно одно, князь Владимир изменил ход истории нашей страны, предопределил ее развитие на тысячелетия вперед. И крестный ход – это возможность приобщиться к духовному наследию нашего народа, почувствовать величие православной веры. С молитвами участники крестного хода прошли до поклонного креста, который установили буквально несколько дней назад в честь великого князя Владимира. Место было выбрано не случайно. Этой тропой проходил крестный ход в 2015 году из Севастополя в Смоленск. Мы не могли остаться небезучастными к этому событию, поэтому вот здесь вот такие памятные места заложили. Ну и безусловно, это нас обязывает ко многому облагораживать и дальше западную часть хутора, не только центральную. От храма святителя Николая Чудотворца до поклонного креста 5,5 километров. Несмотря на жаркую погоду, участники крестного хода весь путь проделали на одном дыхании. Для меня крестный ход – это событие, как говорит батюшка, я подтверждаю, это, можно сказать, внутреннее состояние души. Собраться с мыслями, собраться духовно. И с Божьей помощью мы прошли легко, с молитвой, все получилось. У поклонного креста настоятель храма Николая Чудотворца Протеерей Владимир Болюх отслужил молебен со священием воды и памятного места. Песня. Песня. ПЕСНЯ Делая крестный ход, мы немножко пробуждаем нас местных хуторян и немножко будоражим и говорим, что надо приходить и молиться в Церковь Божию. Не только в этот праздник, но и в каждое воскресенье, каждый божественный праздник, который мы празднуем. После молебна участники крестного худа отправились в обратный путь – в храм Николая Чудотворца. В шествии приняли участие не только казаки Прикубанского куреня, но и других поселений. Участвуя в таких мероприятиях, мы, конечно же, отдаем дань традициям наших предков, христианства. Казаки всегда были православные, поэтому стоять в стороне, конечно же, ни в коем случае нельзя. И я рад, что сегодня в хутор Прикубанский на данный крестный ход приехали атаманы со своими казаками из соседних наших станиц у хуторов. Поэтому данное мероприятие нужно, и я рад, что сегодня мы все вместе, вместе с братьями-казаками, вместе с прихожанами отмечаем этот великий праздник. По окончанию крестного хода его участники разделили праздничную трапезу. У стола самоваром даже образовалась небольшая очередь. Каждому хотелось попробовать знаменитого чая на травах от казака Олега Иванова. Народный вариант – чабрец, душица, зверобой, мята. Всего по чуть-чуть, всего понемножку. И завариваем в одном чайнике. Весь секрет – вкус воды в самоваре. Вода, сваренная в самоваре и приготовленная, имеет совсем другой вкус, нежели в любом электрочайнике. Ароматным чаем и всевозможными пирогами и сладостями угощали всех желающих. Праздник крещения Руси в Прикубанском отметили с Божьей благодатью. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».